Григорий Сковорода. Сочинение в двух томах. Том 1. Академия наук СССР. Институт философии. Издательство социально-экономической литературы. Мысль. Москва. 1973 год. Философские наследия Григория Сковороды. Григорий Сковорода – великий украинский философ, гуманист и просветитель, выдающийся поэт 18 века, внесший огромный вклад в развитие философской мысли украинского и русского народов. Он олицетворяет в себе давнюю традицию философского мышления этих народов. Ее единство с живой мудростью трудящихся масс, их надеждами и стремлениями. С высот современной исторической эпохи жизни русского и украинского народов, когда они в единой братской семье народов Советского Союза прокладывают путь в коммунистическое будущее всего человечества, идейное и культурное наследие Сковороды приобрело новое освящение, в котором выразительнее, чем когда-либо раньше, выступают черты, соединяющие народную демократическую культуру прошлого с современными задачами революционного преобразования. Григорий Савич Сковорода родился 3 декабря 1722 года в селе Чернухе, Лубинского полка на Полтавщине, в семье малоземельного казака. Получив начальное образование в сельской школе в Чернухах, Сковорода поступил в Киево-Могилянскую академию. Прямых документов о времени обучения Сковороды нет. До недавних пор считалась единственно правильной хронологическая канва, опиравшаяся на исследования Н.И. Петрова. Согласно его выводам, Сковорода поступил в академию в 1738 году, где обучался до 1750 года, с перерывом в 1742-44 годах, когда Сковорода пребывал в придворной капелле в Петербурге. Затем, в 1750-53 годах, он находился в Венгрии, а после возвращения в 1753 году преподавал в Переяславской семинарии. Л.Е. Махновец подверг критической проверке данные Н.Петрова, использовав также дополнительные архивные документы и новые публикации. В результате этого были уточнены даты жизни Сковороды с 1734 по 1755 год. По данным Л.Махновца, Сковорода поступил в академию в 1734 году в возрасте 12 лет и первый раз учился там до декабря 1741 года. Затем он отправился в Петербург. Возвратишись из придворной хоровой капеллы в 1744 году, Сковорода обучался в академии до августа 1745 года, когда вместе с миссией генерала Вишневского выехал в Венгрию, где находился до октября 1750 года. По возвращении из-за границы Сковорода преподал вал по этику в Переяславской семинарии в 1750-51 учетном году. В 1751-53 годах Сковорода вновь и в последний раз оказался в академии, обучаясь в классах богословия. Отсюда он, как лучший студент, был рекомендован митрополитом Т. Щербатским, домашним учителем к одному из богатейших помещиков Переяславщины, С. Томары. В имении Томары в селе Коврай в Сковорода с перерывом в 1755 году находился до лета 1759 года. С 1759 года он работал в должности преподавателя Харьковского коллегиума, но из-за своего вольнодумства и недоброжелательництва наставников коллегиума снова вынужден был оставить педагогическую деятельность. Последний раз Сковорода был приглашен на преподавательскую работу в 1768 году. Он прочел курсы лекции по этике в дополнительных классах при Харьковском коллегиуме. Но поскольку просветительская концепция морали Сковороды не совпадала с официальной церковной, в 1769 году он был уволен с должности и лишен возможности заниматься педагогической деятельностью, для которой у него были и способности, и соответствующие знания. Григорий Сковорода все же нашел способ быть полезным своему народу. Последние 25 лет своей жизни он странствовал по Украине, проповедуя среди народа свое философское учение. Как раз в 70-80-х годах Сковорода создает основные философские диалоги, трактаты и притчи. Умер он 9 ноября 1794 года в селе Ивановка, ныне село Сковородиновка, Золочевского района Харьковской области. Нельзя ответить на вопрос, что представляет собой Сковорода как мыслитель и писатель, не осветив эпоху, в которую он жил и творил. Жизнь и деятельность Сковороды протекают в XVIII веке и связаны с теми социально-экономическими и культурными процессами, которые характеризуют жизнь Восточной Украины и российского государства этой поры. В середине XVIII века в России и на Украине, выходившей в состав России, завершается развитие феодально-крепостнического хозяйственного уклада и интенсивно развиваются капиталистические отношения. Социально-экономическое развитие Украины XVIII века шло по пути возрастания товарно-денежных отношений, расширения внутренних и внешних рынков, что сопровождалось резким усилением эксплуатации крестьянства и малоземельного казачества, ухудшением материального положения городских ремесленников. На базе эксплуатации постоянного закабаления трудящихся происходило дальнейшее обогащение светских и церковных феодалов, купцов, казацких старшин, расцветало ростовщичество, в административных учреждениях взяточничество и беззаконие. Законодательство стало выражением интересов новых господствующих классов, отстаивающих свои привилегии. В середине XVIII века царизм особенно усиливает свою колонизаторскую политику социального и национального закабаления Украины. На Левобережной Украине Екатерина II в 1764 году заменила номинальную гетманскую власть так называемой Малороссийской коллегией, поставив во главе ее К. Разумовского. А через 10 лет, указом от 3 августа 1775 года, Екатерина II ликвидировала Запорожскую сечь, присоединив ее земли к Новороссийской губернии. Еще через несколько лет, в 1782 году, на Левобережье и Слободской Украине было окончательно введено крепостное право. Вместо традиционных полков были созданы наместничество Киевское, Черниговское, Новгород-Северское, а позже Харьковское и Екатерина-Славское. Во второй половине XVIII века особенно широкий размах приобретает антифеодальная борьба. В период формирования философских взглядов Сковороды в 60-е годы на правобережной Украине достигло своей наивысшей силы Гайдаматское движение, явившееся выражением борьбы народа против феодально-крепостнического и национально-религиозного угнетения со стороны польской шляхты. Эхо Гайдаматчины доносилось и до Левобережья, где жил Сковорода. В 1773-74 годах произошло Пугачевское восстание, получившее отклики на Украине. Все эти события совершались на глазах у Сковороды и оказали непосредственное влияние на формирование его идей. Отзвуки их отчетливо слышны в письмах Сковороды и сочинениях периода формирования его мировоззрения. Обстоятельства жизни благоприятствовали студенту Киево-Мигалянской Академии в познании жизни. В течение двух лет он жил в Петербурге, где имел возможность ближе познакомиться с передовой русской культурой и вместе с тем познать растленные нравы царского двора, что явилось причиной ухода его из придворной капеллы. Вы встретился Сковорода и с унижением со стороны Переяславского помещика Эстомары, в имении которого работал учителем, и со стороны Переяславского епископа-мракобеса Никодима Стребницкого во время преподавания в Переяславской семинарии. Но особенно колоритной фигурой, сполна представляющей на ненавистной Сковороде мир, был белгородский епископ П. Крайский, которому был подчинен Харьковский коллегиум. После смерти в 1768 году этого духовного пастыря, как свидетельствует посмертная опись его имущества, осталось 10 запамятованных мешочков, находившихся в подголовке, золото и серебра, множество других ценностей и большое количество пяти для едей разных. И в то же время он всячески оттягивал открытия дополнительных классов, ссылаясь на отсутствие средств. Не лучшим был и бывший одноклассник Сковороды по Академии тщеславный карьерист епископ Самуил Миславский. Сковорода видел вокруг себя жестоких помещиков, проникнутых жаждой обогащения и стремлением к политическому господству. Украинская старшина, противоставляя себя рядовому казачеству, перестраивала свои имения, заводила новые наряды, ориентируясь на русских дворян. Не меньшее отвращение вызывали у Сковороды и Федька-купец, который при оршине все лжет, и расставщик, который в процентах за груз, и крючкотворец-юрист, который права и законы направляет на свой тон. Как ему заблагорассудится? Но особенно омерзительную картину представляла собой жизнь духовенства. В всякий раз убеждался Сковорода, что злато-жадные, сластолюбивые и лицемерные пастыри часто превосходят в разврате и корыстолюбии свою паству. Жизнь этих общественных слоев, владеющих поместями, должностями, политически и духовно угнетающих трудящихся, представляла собой мерзкий мир, принять который Сковорода не желал. Господствующая верхушка, успевшая утратить идеалы освободительной войны в 1648-54 годах, переживала процесс перерождения в новоиспеченных дворян. Если ее представители и сохраняли еще какую-то оппозиционность, то она была направлена прежде всего на завоевание для себя одинаковых прав с русским дворянством. В основном же это были тупые невежды, у которых высшие духовные интересы вытеснены жаждой обогащения, коллекционирования ценностей, произведений искусства и т.п. с целью политического самоотверждения. Имея в виду жизнь высших слоев украинского общества, Иван Франков называет этот период периодом упадка духовного кризиса. Как мыслитель, осознавший свое отрицательное отношение к миру, погрязшему в корыстолюбии, Сковорода ставит перед собой вопрос о поисках способов борьбы с ним. Но в тех исторических условиях действительно не было реальных сил, которые могли бы установить справедливый государственный строй, воплощающий стремление народа и его моральный идеал. Осознание безысходности ситуации, наблюдение над разрастанием несправедливости и зла, упадком высоких духовных ценностей на фоне всеобщего обоготворения материальной наживы, способствует возрождению Сковороды учения, в котором центры тяжести к скритике политических отношений и борьбы за их коренное переустройство переносятся в сферу морального просвещения. Во времена Сковороды украинская культура уже имела значительные просветительские традиции, развитые прогрессивными деятелями Киево-Могилянской академии, в которой учился и школу которой прошел выдающийся философ-просветитель. Но собственные взгляды Сковороды, его учения нельзя вывести из философских и просветительских идей его предшественников. Они явно отличаются как от классического буржуазного, так и от тогдашнего дворянского просветительства, имевших распространение в России и на Украине. Социальная почва для развития последнего на Украине была весьма скудной. Трансформация казацкой старшины в дворянство в то время еще не завершилась. Социально-экономической основой ее был, с одной стороны, процесс закрепощения до того времени свободных казацко-крестьянских масс, превращение казацких старшин в обычных крепостников, поглощенных борьбой за дворянские привилегии, а с другой стороны, процесс первоначального капиталистического накопления, расслоения крестьянства, сосредоточения богатств в руках казацко-старшинской верхушки. Своебразие исторической ситуации на левобережной Украине в то время состояло в том, что первоначальное капиталистическое накопление, интенсивно происходившее после освобождения от польско-шляхетского крепостнического гнета, вскоре вновь наткнулось на введение крепостного права, создавая вместе с тем экономические условия для превращения разбогатевшей казацко-старшинской верхушки в крепостников. В осознании трудящихся казацко-крестьянских низов оба этих процесса и первоначальное накопление с порожденной им властью богатства и дальнейшее закрепощение воспринимались как всеобщее бедствие, как приход тяжелых времен в противовес славному прошлому. На правобережье, на захваченных королевской Польшей землях, где крепостнический гнет дополнялся невыносимым национальным угнетением и где традиции освободительной борьбы были сильнее, это общее ухудшение условий жизни трудящихся вызывало гайдаматское движение – Калиевщину. На Левобережье, где с помощью царизма установила свое господство казацко-старшинская верхушка, социальный протест приобрел пока что пассивные формы. В основном в виде морального осуждения стяжательства, погони за богатством и привилегиями. По классовой направленности своих взглядов сковорода – крестьянский просветитель. В отличие от буржуазных просветителей, он решительно осуждает не только феодальные оковы, но и социальный гнет буржуазных отношений. Ему органически чуждо воспевание собственнического интереса как движущей силы человеческих поступков, свойственное буржуазным просветителям. Сведение человеческой природы к своей корыстию, к собственническим мотивам поведения. Сковорода восстает против социального отчуждения человека и прежде всего против власти вещей, богатства, накопительства. Он выступает в защиту свободного влечения человека к соответствующему его склонностям к сродному труду. Все, что разрушает эту жизнь, сковорода воспринимает как враждебный, несообразный человеку и его истинной природе мир. В понятии этого враждебного мира он обобщает и феодально-крепостнические, и буржуазно-собственнические отношения, но в первую очередь последние. Мир, в котором господствуют буржуазно-собственнические отношения, это мир морального растления, власти вещей, корыстолюбия, алчности, разврата, духовной опустошенности. Григорий сковорода, родившийся и воспитанный в трудовой казацко-крестьянской семье на Полтавщине и всегда тяготевший к этой социальной среде, о чем свидетельствует и его жизненный путь, и его социальная кредо, а мы жребий с голяками, противоречиво отразил в своем творчестве протест крестьянских низов против социальных порождений первоначального капиталистического накопления и высевозраставшего феодально-крепостнического гнета. В осознании народа образ сковороды связан с обычным для того времени портретом странствующего дьяка-философа. Но презрение к сильным мира сего, протест против несправедливости и зла, осуждение богатства и наживы, духовная независимость создали в сковороде в народе славу великого философа. Его песни уже в XVIII веке вошли в репертуар Кобзарей, где бытовали до начала XX века. Народными певцам был близок образ жизни и деятельность сковороды. Э. Ф. Лубяновский, встречавший сковороду в последние годы, пишет, «Страсть его была жить в крестьянском кругу. Любил он переходить из слободы в слободу, из села в село, из хутора в хутор, везде и всеми был встречаем и провожаем до обаченья с любовью. У всех он был свой». Хозяин дома, когда он входил, прежде всего всматривался, не нужно ли было что-либо поправить, прочистить, переменить в его одеянии и обуви. «Все то немедленно и делалось. Жители тех особенно слобод и хуторов, где он чаще долей оставался, любили его как родного. Он отдавал им все, что имел. Не золото и серебро, а добрые советы, увещевания, наставления, дружеские попреки за несогласие, неправду, нетрезвость, недобросовестность. Сковорода был желанным гостем у простых людей, у которых находил приют, еду и доброжелательные отношения. Скитания по Украине давали ему богатейший материал для критики социальной несправедливости. В его учении заметно отразились противоречия крестьянского движения того времени, переживания и настроения трудового народа, моральная чистота его идеалов и устремлений. Сковорода резко осуждал погоню за наживой, чинами, богатством. Он осуждал эпоху, принесшую с собой оскудение духа, упадок высоких моральных ценностей. У современников и потомков вызывало удивление и изумление необычность судьбы Сковороды на фоне социальной жизни Украины XVIII века. Бескомпромиссность в отстаивании своих идей, независимое жизненное поведение, вольнолюбивый казацкий нрав сочетались в нем с беспечным отношением к материальным ценностям, к богатству. Поражает многосторонняя одаренность Григория Сковороды. Глубокий ум, феноменальная память, поэтические способности, исключительный музыкальный слух и голос, развитые благодаря полученному образованию. Он пишет стихи и сочиняет музыку, искусно играет на нескольких музыкальных инструментах, проявляет способность к рисованию, он выступает как оригинальный поэт и проозаик, а главное создает свои философские произведения. 14 диалогов, 5 трактатов, переводы произведений Цицерона, Плутарха и других. Наследие Сковороды является огромным вкладом в сокровищницу не только украинской и русской, но и всемирной культуры. Сковорода принадлежит к агорте мыслителей, образ жизни которых во многом гармонирует с их учением. Очевидно, именно эта та черта Сковороды так нравилась Льву Толстому, страдавшему из-за явной дисгармонии между собственным учением и бессилием порвать с жизнью, не соответствующей его идеалам. В течение всей жизни Сковорода последовательно избегал всего, что могло бы поработить его дух – волю к постоянному самосовершенствованию. Он просил написать на его могиле «Мир ловил меня, но не поймал». Григорий Сковорода не пожелал перейти на сторону господствующих классов. Он остался с народом, которому принадлежал по рождению, стремление которого выражал. Избрав свой жребий, он никогда не проявлял желание жить лучше, а воспитывал в себе стремление быть лучше, неприхотливость в удовлетворении материальных потребностей. Он жил стремлением к духовному самосовершенствованию, достижению вершин человеческого духа, доступных воспетому им истинному человеку. Биография Сковороды – увлекательнейшая страница борьбы с авторитетами, пример мужественного услужения народу. Его имя напоминает о бессмертных образах народных правдолюбцев. В мировоззрении и творческой деятельности Сковороды следует выделить два периода. Литературный – с 50-х по 60-х годы. И, собственно, философский – с 70-х и 80-х годы. Остановимся вкратце на характеристике идейного содержания его художественного наследия. Оно объединяет около 50 песен и стихотворений. 30 из них Сковорода включил в сборник под названием «Сад божественных песен». При этом ряд песен сопровождается философскими комментариями. Часть песен, сохранившись и отдельно от названного сборника, написана на латинском языке. Кроме того, около 30 латинских стихотворений, песен-эпиграмм содержатся в письмах Сковороды к М. Ковалиновскому. Как писатель-прозаик Сковорода создал цикл басен, объединенных под общим названием «Басни Харьковские». Значительный литературный интерес представляет собой латинское эпистолярие и переводы античных мыслителей. Уже в поэтическом творчестве обнаруживается тяга Сковороды к философской проблематике. Он выступает как поэт, который идейно-эмоциональную оценку изображаемых явлений сопровождает морально-этической. В значительной части этих стихов-песен философские размышления получают эмоционально-образное воплощение. Эстетически художественное содержание неотделимо в них от философского и наоборот. Стихотворения свидетельствуют об огромном поэтическом таланте Сковороды. Тематика и образы его песен, псалмов и эпиграмм связаны с традициями XVII-XVIII веков, но вместе с тем в них звучат новые, неизвестные раньше поэтические тенденции и мотивы. В одной из наиболее важных тем поэзии Сковороды является тема свободы, звучащая прежде всего в песне «De Libertate», посвященной Богдану Хмельницкому. Песня представляет значительный интерес как для историка литературы, так и для историка философской мысли. Критика зла соединяется в его стихотворениях с антиурбанистическими мотивами, четко звучащими в ряде песен. Слова одной из них «Не войду в город богатый, я буду на полях жить» – не поэтическая фигура, а действительный мотив, отразившийся в ряде стихов. Обо всем, что вносит город в жизнь человека, поэт пишет с неприязнью. С городом он связывает печаль духа, постоянное беспокойство сердца, неугасимую жажду ездить за море, стремление к богатству, тщеславие и властолюбие. Жизни городов с их неусыпностью, кипением страстей и желаний он противоставляет поэзию тихих полей, зеленых рощ, настроение обеспеченного путешественника, удовлетворенного собой и довольного тем, что у него есть. В противовес морали, основанной на богатстве, золоте и власти, сковорода прославляет человека малых желаний и ограниченных материальных потребностей. Этим пафосом проникнуто глубоко лирическое и близкое к фольклорным мотивам песни «Ой ты, птичка желтобока». В песне сковорода провозглашает свой жизненный идеал – призыв к птичке. Не клади гнезда высоко. Это призыв сковороды не искать счастья в богатстве и чинах. Идеал поэта не я вор, стоящий на горе, которому буйные ветры ломают руки, а верба, низко шумящий над водой. Связь этих песен с народно-песенной традицией содействовала тому, что они вскоре после смерти автора вошли в песенники наряду с народными. Вершиной поэтического творчества сковороды является знаменитая десятая песня «Всякому городу нравы права». Нигде у него не найти более точных и конкретных образов и картин живой действительности, более острой постановки животрепещущих вопросов, современной ему жизни. Сатирический пафос ее направлен против социальных порядков второй половины XVIII века. Тот непрестанно стягает грунта, сей иностранный заводит скота, те формируют наловлю собак, сихшими дом от гостей, как кабак. Как неконкретно звучат эти строки, за ними все же нетрудно заметить осуждение всеобщей материальной устремленности, украинского панства, пренебрегшего высокими духовными порывами и поправшего истинные человеческие идеалы. В этом произведении можно легко узнать современников сковороды из разных слоев общества. Осуждение эксплуататорского общества, так сильно прозвучавшего песни, соответствовало настроениям и чувствам народных масс. В этом следует искать одну из главных причин того, что песня была подхвачена народом. Близкая широким кругам читателей своим содержанием и формой, эта песня, синтезировавшая книжные и фольклорные художественные традиции, породила многочисленные подражания различного характера. Уже в 50-е, 60-е годы в стихах и песнях сковороды находят эстетическое выражение те морально-этические идеалы, которые впоследствии озарили не только его жизнь, но и всю его последующую деятельность. Свободная жизнь в согласии с природой – основная тема поэтических размышлений сковороды. Она связывает его песни с будущими философскими исканиями. Сковорода подчеркивает, что утрата воли, погоня за золотом и богатством не приносит счастья, а наоборот является причиной подлинного несчастья. Лирическим пафосом проникнуты произведения, в которых поэт воспевает так называемые вечные темы – жизнь и смерть, счастье и судьбу. Эти темы, как известно, составляют основу народных песен и дум. Идея разумной жизни и моральной чистоты определяет мотивы очень многих произведений сковороды. Представление об истинной жизни связывается поэтам с чистой совестью. Чистая совесть – чистое сердце, идеал для человека типа сковороды. Человек с чистой совестью не знает страха смерти. По мнению поэта, ценность человеческой жизни, подобно песне, измеряется не долготой, а честностью. Ибо ведь лучше час честно жить, чем скверно целый день. Счастье у сковороды не связано с своекорыстными страстями, волновавшими современных ему панов. Капиталы, земли, дома, состояние, честолюбие – все это не имело для него ни смысла, ни цели. Определенное звено между поэзией и повествовательной прозой составляет философские оды и сюжетные фабулы, басни, написанные частично на античные сюжеты. Например, басня о фалисе и старухе, о тантале – разговор о премудрости. В некоторых латинских стихотворениях, написанных в 50-60-е годы, сковорода делает попытку развить идею двух натур, которые он впоследствии развернул в философских диалогах 70-х годов. Таковы стихотворения о призрачном удовольствии и о святой вечере или вечности. Он создал сборник басни «Харьковские», состоящий из 30 произведений, в которых, с одной стороны, продолжая традиционную тематику своих предшественников, с другой выступает как новатор, расширяющий идеи на тематические горизонты данного жанра и выводящий его на путь самостоятельного развития. В баснях сковороды восхваляются дружба, любовь, разум и другие положительные человеческие черты. Сковорода показывает, что настоящая ценность человека определяется ни одеждой, ни внешней красотой, богатством, происхождением, титулами, чинами, должностями, то есть не внешними, а внутренними качествами. Эти качества – разум, знание, трудолюбие, честность, справедливость, проявляющихся в делах человека.